Хай и привет! Меня зовут Арве и сегодня мы говорим по-норвежски. Сегодня мы говорим о приветствованиях, разные способы приветствовать друг друга на норвежском языке. И самое простое слово, которое у нас есть, это слово хай. Это пишется хай, так пишется, но произносится как ха, произносится больше как украинское ха, поэтому просто как выпускать воздух и потом а широко открывать свой рот и е. Хай это на самом деле универсальное приветствие. Универсальное, потому что это и неформальное, но достаточно, но вы можете говорить это кому угодно. Если вы встречаете короля, королевство Норвегии в магазине, вы можете на самом деле говорить ему хай, это ничего страшного. У нас на самом деле, как в русском языке, у нас нету такого, что мы говорим на вы. У нас есть, конечно, какая-то устаревшая форма обращения к высшим людям. Тогда мы говорим с ними на они, мы говорим ди, ди, ред, но у нас нету такого. Даже если вы говорите с королем, наверное, было бы хорошо, если вы говорили на они, но на самом деле не обязательно. Мы все говорим на ты, поэтому не обращайте очень сильно внимания на то, мы все говорим хай. В магазине вы можете говорить хай, или даже иногда мы говорим хай, хай два раза. И переводится как привет. Есть и другое, халю очень похож на русское приветствие, алло, но мы не говорим халю только по телефону. Но мы тоже говорим, когда мы встречаем друг друга на улице, или, ну, физическом. Так чуть отличается от русского языка. И здесь два л. На самом деле транскрипция точно так же, халю. Когда мы видим два двойное согласное, два согласное, это значит, что гласное, которое стоит перед этими, оно углашается, оно короткое. Поэтому халю, ударение тут, и мы говорим халю, если бы только один л, было бы халю, 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 такой, типа, более медленное. Когда двойное, значит, быстро, говорим гласное, которое до этого. Вот. Ну, хай, это на самом деле универсальное приветствие. Есть еще ряд других приветствий. Мы говорим гу и произносится как гу без д, д он блюшон. Это значит, доброго, или доброго на украинском. Гу, даг. Добрый день. Гу, квель. И это вечер. И здесь вы видите, что здесь тоже л, и потом д. И это транскрибируется как квель с двумя л. Эти все вместе будут как двойное л. Поэтому э, он очень, ну, он короткий. Поэтому мы говорим квель, а не квель. Если бы не было бы вот это д, тогда было бы квель. А мы говорим квель. Так что быстро. Еще есть нат, гунат. И нат, это значит на норвежском языке ночь. Поэтому добрый, ну, доброго дня, доброго вечера, доброй ночи. И есть еще доброе утро. И, конечно, у меня нету бумаги тут, но просто делаем так, как хулиган такой. А мы говорим тоже гу, морген. Это доброе утро. Но произносится либо как морген на некоторых диалектах. Но из-за того, что я говорю на диалекте, на котором мы говорим в Осло, я говорю МООН. И просто еще раз слушайте. МООН. И это транскрибируется МООН. И этот звук последний. Р плюс Н. Я знаю, что он немножко сложноватый для иностранцев. Но Н. Вы говорите Р только если это ваши губы, зубы верхние. Здесь зубы нижние и губы. Такой стандартный модель. И здесь язык. Да? Когда вы говорите Р, обычно вы говорите Р. Язык вперед, возле зубов, тут. А тут вы будете говорить больше язык. Р. Вверху. Язык вверх. И потом доли потолка рта вы подвигаете язык вперед в сторону звука Н. МООН. 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 Так что вы говорите просто язык вверх. Говорите как будто вы хотите Р говорить. Но Р невозможно с этим шевелением, когда язык вверх. И потом вперед в сторону буквы, ну, звука Н. Так что МООН. ГУ МООН. Здесь с маленькой паузой такой. Я не знаю, как это пишется официально, но, ну, может, точка или что-нибудь. Но в любом случае, маленькая пауза тут. МООН. И это тот же самый, как этот звук. У нас еще одно приветствие. У нас... Мы, норвежцы, мы очень любим, когда все быстро. Когда все, как сказать, мы экономим языку. Мы хотим, чтобы все было просто. Поэтому у нас еще короткий вариант. У нас вариант, когда мы говорим просто утро. Это как укороченная версия Доброго утра. И Доброго утра. И это пишется... И даже мы укорочим МОН. Но такое маленькое выражение, четыре буквы, пишется МОН. М-У-Р-Н. И транскрипируется МОН. И там же тот же самый звук ОН и МОН. И это такое... Это чуть более неформальное, чем ХАЙ. И мы говорим обычно, мы говорим это только утром или даже чуть днем. Но это значит просто утрек или что-нибудь такое. Так что это наши самые распространенные приветствия в норвежском языке. И в следующий раз будем говорить о том, о чем люди говорят, когда они встречаются. Как дела и так далее. Это было все на сегодня. Желаю вам хорошего дня. Good luck! И не забудьте подписаться на канал. И буду рад вас видеть в следующий раз.